Око-йога займас И выучим несколько слов на японском У нас в гостях японский филолог, преподаватель школы языков АБЦ Кельтеколь Диана Князева Доброе утро Око-йога займас Око-йога займас Это мы уже выучили Расскажите, пожалуйста, насколько действительно Япония является закрытой страной И приоткрылась ли она для нас вот сейчас, в наше время Я бы сказала, что да, однозначно открылась Особенно, что касается больших городов, таких как Токио Везде уже можно найти какие-то... Везде можно встретить иностранцев в Японии И в больших, и в маленьких городах А впечатление вот какое оно производит? Люди, которые бывали в Японии, говорят, что это вообще как другая планета Абсолютно другая культура, абсолютно другой язык Разные традиции и очень не похожи на наши Да, это, конечно, так Но что касается лично меня Когда я первый раз приехала в Японию в 2017 году в Токио То, честно говоря, у меня не было какого-то шока Или ощущения, что я на другой планете Наверное, это из-за того, что Как бы я очень много знала об этом Какая-то большая теоретическая база И я вот просто приехала и просто все это увидела Поэтому у меня не было ощущения, что я в будущем Или... Да, но взять это хотя бы такой бытовой аспект, как нумерацию домов Ведь в Японии нет названий улиц, ну, кроме главных А дома пронумерованы в довольно хаотичном порядке Да, это так Как ориентироваться? Ну, честно говоря, мы когда приехали, мы ориентировались просто по карте По гугл-картам И я даже, ну, вообще не обращала внимания, да, на улице Просто находили нужные нам объекты в телефоне Ну, а вы сказали, что там много туристов Насколько японцы дают информацию на английском языке? Скажем, моя знакомая рассказывала, что Сев в электричку и попав в туман, она не видела, где выходить А бегущая строка в самой электричке была только на японском языке И была совершенно непонятной Вот она дезориентирована была в пространстве Ну, в Токио, да, все надписи дублируются однозначно В метро Название станции все подписаны латиницей, да И в метро объявляют по-английски так же, что там Next Station is Там такая-то, да На Окинаве, это Южная Япония Вот недавно ездили в мае этого года Там, конечно, уже с дублированием надписей и названий на английском Дело обстоит хуже Вот Там нет метро, но в каких-то местах, например, на железнодорожных станциях Тоже там, насколько я помню, особо не было подписей Действительно Поэтому это может вызвать, конечно, сложности А сами японцы знают английский язык? Скажем, обратиться к ним за помощью на улице Имеет смысл на английском языке? Ну, знают очень плохо, честно говоря Даже в больших городах, вот в Токио Во-первых, они начинают очень как-то пугаться, да Когда к ним обращаешься на английском То есть они теряются Там это не принято, да Они живут в своем мерке И когда ты обращаешься к нему, ты как будто постучал и зашел в дверь без приглашения Ну, что-то вроде этого, да Они начинают сразу же искать еще какого-то человека Чтобы у него спросить, как бы самому Ну, не брать ответственность, да, за ответ Вот, так что, да, без какого-то базового знания японского Я бы сказала, что сложновато, конечно А вот, кстати, о базовом знании японском Насколько это язык сложный? Потому что для меня, например Как для любого человека, не изучавшего языки, использующего иероглифы Кажется, что вот сама эта письменность с иероглифами Это какой-то космос Ну, я немножко теряюсь, когда нужно отвечать на этот вопрос Как бы, насколько сложный язык Для меня он, ну, никогда не был сложный Хорошо, давайте по-другому Сколько языков вы, в принципе, знаете Помимо родного русского и японского? Ну, получается, эстонский, английский Сравните с эстонским и с английским Как вы учили? Ну, для меня японский был немножко легче, чем эстонский Вот так вот Очень ожиданное заявление, да Да, английский, конечно, проще Плюс я его начала учить там в самом детстве еще Вот Но что касается грамматики, то японский гораздо легче, чем эстонский, английский, я бы сказала Потому что там нет... там всего два времени, да То есть настоящее и прошлое И там нет родов, падежей То есть в этом плане он проще Ну, иероглифы, конечно, требуют времени, усилий Да Вот Ну, вот это достаточно сложно Можно ли сказать, что иероглифы соответствуют буквам? Или все-таки больше иероглиф, один иероглиф означает какое-то словосочетание или слово? Да, конечно, то есть один иероглиф может содержать в себе там до пяти слогов, скажем так, да То есть один иероглиф не равен одной букве, да, или одному слогу То есть это может быть целое... ну, редко, конечно, но иногда это может быть целое выражение, даже какое-то короткое Вот Представление людей, живущих в Эстонии Япония, вот если попросить основные ассоциации назвать, то Япония — это в первую очередь суши и аниме А когда находишься в самой стране восходящего солнца, насколько именно эти две составляющие в первую очередь бросаются в глаза? Ну, суши, на самом деле, как бы это такое немножко заблуждение, что суши — это самая популярная еда в Японии, да На самом деле, для самих японцев это скорее как какой-то, ну, такой фастфуд, скажем так, да, здоровый То есть там они больше едят всякую лапшу, рыбу и другие блюда Аниме, косплеи? Да, это есть, в Токио есть специальный, ну, не специальный, отдельный район, называется Акихабара Вот, и он полностью, как бы, посвящен вот всем этим костюмам, да, из аниме, фигуркам, там, всему вот этому Вот, так что там, как бы, попадаешь в такой, ну, отдельный мир, скажем так И есть еще район Хараджуко, это на западе Токио, если я не ошибаюсь И там каждое воскресенье собираются вот эти вот, ну, молодые люди, подростки, да, которые переодеваются в эти костюмы И, как бы, пытаются имитировать какие-то сцены из аниме и японских вот этих бультиков Бролевые игры играют, да? Да, да, да Ну, а вы вот, изучая язык, например, вы погружались тоже в эту культуру? Вас увлекло аниме, например? Ну, честно говоря, не особо Я, конечно, смотрела парочку, ну, самых таких известных, да, скажем так, чтобы быть в курсе Но, наверное, мне это не так интересно Вот, но в аниме просто можно увидеть много, как бы, быта японского, на самом деле То есть многие вещи, которые там видишь, они, ну, соответствуют, да, действительности Так что, вот, кто не был в Японии, смотрит, да Знакомится предварительно по мультикам, да, по аниме Ну что, доброе утро по-японски мы уже выучили А как сказать, например, хорошего вам начала недели? Это будет «йо-й-ши-о» «йо-й-ши-о» Смотри, как, коротко и ёмко Хорошего вам начала недели «йо-й-ши-о» Диана Князева была у нас в гостях Японский филолог, преподаватель школы языков АБЦ Кельтеколь Аригато Аригато гозаимас Аригато Аригато